Почти полторы тонны мусора всего за 90 минут собрали участники проекта «Чистые игры в Мурманске». Экологическая акция состоялась в зеленой зоне вокруг Семеновского озера. О новом формате городских субботников в нашем следующем материале. 21 команда, около 130 участников боролись за чистоту в одном из любимейших мест отдыха горожан на побережье Семеновского озера. Добровольцам удалось собрать без малого 320 мешков с мусором. Но простой субботник организаторы превратили в квест со своими условиями и призами. Одну из наград, например, присуждали за самый необычный найденный предмет. Каждая команда получила карту и задание, а также закрепленную территорию, где и предстояло навести чистоту. Дети за определенное количество времени должны собрать как можно больше мусора. Причем мусор собирается раздельно. Пластик, стекло, прочий мусор, батарейки и так далее. Мусор затем взвешивается у каждой команды. В зависимости от категории мусора присаждается различная категория сложности. Коэффициент умножается. И, естественно, победитель станет та команда, которая соберет наибольшее количество баллов. Но главное в чистых играх, так называется экосоревнование, именно участие. Цель акции сделает любимый город чище. А соревновательный дух лишь добавляет азарта и задора. Дело не только в самой победе. У нас больше желания непосредственно показать, что для молодежи важно следить за уборкой, за чистотой в своем городе и порядком, чтобы своим примером показать, что город должен быть чистым и красивым. Вместе с горожанами в акции приняли участие активисты Народного фронта, сотрудники прокуратуры и мэр города Дмитрий Филиппов. Это уже всероссийская акция. Мурманск присоединился к ней. Мы знаем, что экология – это очень острый вопрос. Вопрос наличия мусора. В крупных городах он всегда стоит. И, конечно, решать эти вопросы необходимо. И вот очень приятно, что на такие акции откликаются молодые люди. Это говорит о том, что людям не безразличен город, в котором они живут. Мы тоже решили принять участие, поддержать, потому что по всей России акция молодежи ОНФ – плокинг. Это новое такое слово. Молодежь придумала. Это уборка мусора на скорость с определенными призами. Поэтому это интересно, когда молодежь действительно не трепет языком, а действительно занимается таким полезным делом. Чаще всего волонтерам попадался самый опасный мусор – пластик и батарейки. Трофеями участников также стали ковры, диванные подушки, мангалы, чемоданы, промышленные бидоны для молока, ржавые детали от автомобилей. Активистам удалось обнаружить залежи автомобильных покрышек, которые кто-то много лет склозировал в яму. А команда «Зеленые воины» нашла патифон. Судя по его состоянию, выброшен он давно, но сохранил узнаваемый внешний облик. Артефакт принес команде победу в конкурсе за самую необычную находку.